Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения, летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну и также мы продолжаем наш марафон видеороликов, как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий. Ну что же, у нас осталась ровно неделя до выхода FIFA 22, и поэтому мы сейчас будем проводить действительно такой марафон по видеороликам. Особенно карьеры за Зенит, потому что очень много, я там насчитал, 7 штук еще нам надо, вот как раз ровно там может быть и неделя у нас и входит. Но у нас же еще есть карьера за Лестер, поэтому в некоторые дни, скорее всего, ну вот с сегодняшнего, с понедельника, будут выходить по 2 видеоролика в день, поэтому, как вы видите, этот ролик немножечко раньше вышел, нежели чем карьера, ну как обычно у нас выходят карьерки в 17, или там я не помню, насколько уже в 4 часа по Москве вечера, вот, поэтому это чуть-чуть у нас пораньше, потому что сегодня вас еще ожидает карьера за Лестер-Сити чуть-чуть попозже, через несколько часов. Поэтому будем по 2 видеоролика пока что выпускать, но должны успеть до 27 сентября закончить эти обе карьеры. Поэтому давайте будем переходить уже к матчам, посмотрим, какие у нас сегодня. Это домашняя игра против Славии в пятом туре Лиги Чемпионов, домашняя игра против Казанского Рубина, лучший футболист мира, выездная игра против Спартака и выездная против Мадридского Реала в Лиге Чемпионов. Там уже нету смысла нам играть с Мадридским Реалом на победу, мы уже точно выйдем там со второго места, если они сейчас, конечно, в двух матчах подряд не проиграют. Так, ну давайте выйдем стартом составом, почему бы и нет, тем более там у нас дальше игра против Казанского Рубина, а в Лиге Чемпионов очки все-таки набирать нам надо. Зенит-Славия, поехали. Итак, Газпром-арена, Зенит принимает пражскую Славию, это пятый тур Лиги Чемпионов, поехали. И Асимьен, 1-0. Но этот парень у нас абсолютно лучший, поэтому и в последних роликах именно он у нас появляется только на обложках. 26-ая минута, Виктор Асимьен выводит нас вперед. И все-таки пропускаем. 8-3 минута, и вроде мы, кстати, со счетом либо 2-1, либо 3-1 сыграли с Славией в Праге. Поэтому снова мы от них пропускаем, они снова отыгрываются, и это очень даже плохо. И все, финальный свисток, ничья 1-1, Жезус празднует. Это, скорее всего, мы точно уже вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, но все-таки вот это вот по игре уж точно мы не наиграли на эту ничью. Мы наигрывали только на победу. У них один удар, один створ и один гол. Так, ну а Реал, естественно, там отрывается уже. Обыграли Фенербахче, помогли нам благодаря этому. Теперь Фенербахче нас точно не догонит, и там уже Пражская Славия будет с Фенербахче решать, выйдут ли они в плей-офф Лиги Европы или нет. Но мы уже точно со второго места выходим в плей-офф, поэтому будем ждать для себя серьезного соперника на стадии 1-8. Итак, у нас сейчас игра против Казанского Рубина. Они идут, кстати, на четвертой строчке, а дальше еще игра у нас со Спартаком против второй. Поэтому посмотрим, кто у нас готов, кто нет, будет к этому матчу. Вместо Клюверта сразу выпускают Дриуси, Пикфорда давайте выпустим, пусть Меррид отдохнет. Сумаре вместо Маркиниса, ну и Гринвуда вместо Малкома. Все, пожалуй, вот таким составом мы и выйдем против Рубина. Зенит Рубин, Российская премьер-лига, поехали. Итак, Газпром-арена, Зенит против Рубина. Российская премьер-лига. Первая строчка играет против третей там или четвертой, я уже забыл на какой Рубин. Так, ну давайте посмотрим. И вот, шикарный момент, Гринвуд не забивает, но Асимьен снова вот это вот добивание его. 27-я минута, Виктор Асимьен забивает очередной гол за Зенит. Ну и может стать снова очередной, так сказать, очередным футболистом на нашей обложке к ролику. И все, финальный свисток. Минимальная домашняя победа Зенита над Рубином благодаря единственному голу Виктора Асимьена. Мы одерживаем вот эту вот важную победу для нас. Ну, не знаю, по игре, кстати, равная. Может быть здесь-то мы как раз больше наиграли на ничью, нежели чем со Славией. Итак, мы все так же на первом месте после 11 туров, лидируем в 9 очков над московским Спартаком. Келлен Бапео даст награду лучший футболист мира. Лучший главный тренер мира это Диего Симеоне. В сборную месяца попал Чалов Пикфорд Паласиос, еще один наш футболист. Паласиос добавил 2 единички к рейтингу, вообще шикарно. Так, скауты мне нашли центрального полузащитника. Это Бернардо Сильва, замечательно. Переходим к игре с московским Спартаком. Я не знаю, сейчас, наверное, каким-нибудь вторым составом будем выходить. Или, может быть, наоборот, первым, потому что дальше у нас игра против мадридского Реала. Но тут некоторые какие-то ключевые замены мы все равно произвели, поэтому выходим вот таким составом. Спартак, Зенит, поехали. Итак, открытие арены. Спартак принимает Зенит. Дерби двух столиц. Поехали. И вот снова мы пропускаем. Вот вы посмотрите. Кокорин на Ларсона дает на четвертой минуте. И снова мы вот пропускаем первые. Какие-то у нас действительно вот эти матчи против Спартака как будто подкручены. Просто никак не смогли мы ничего здесь сделать. Первой же атакой гол. Как с кикоффа. Жезус сразу же сравнивает. Шикарно. Восьмая минута. 1-1. Итак, Жезус отлично здесь сейчас отыграл. На перехвате у него получилось. И Жезус 2-1. Жезус забивает дубль ворота Спартака. Еще и на выезде. 56-ая минута. Мы впервые выходим вперед. И мы пропускаем. 89-ая минута. Еще и Ларсоном забивает дубль. То есть и мы дубль им забили, и они нам. И все. Финальный сесток. Ничья. Голевая. 2-2. Вроде равная была даже игра. Поэтому результат, наверное, все-таки закономерный. Очень много били по воротам. Владение было за Спартаком. Все-таки, наверное, в качестве того, что они хозяева поля. Ну и после 12-го тура мы все-таки же на первом месте лидируем на 8 очков. Опережаем Краснодар. Теперь они на второй строчке. Итак, Асимьен у нас получил прозвище Матадор. И у нас сейчас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Играем против Мадридского Реала в Лиге Чемпионов. Ничего уже не решает этот матч. Но выпустим вот Пикфорда. Почему бы и нет. Гринвуду на скамейку запасных возьмем. Все. Стартуем практически к составу. Выходим против Реала. На Сантьяго Бернабео. Поехали. Итак, Сантьяго Бернабео. Напомню, в прошлом сезоне мы здесь встречались против Реала. Здесь мы и обыграли Реал. Со счетом 1-0. Жезус тогда забил единственный мяч в том матче. И мы вышли благодаря этому голу в полуфинал. Где проиграли уже Баварии. Обыграть сейчас Реал на их же поле. И вот, например, Асимьен. И 1-0. Мы снова выходим вперед на Сантьяго Бернабео. Здесь Виктор Асимьен еще забивает. 14-я минута. И это 1-0. Ну, снова, скорее всего, Асимьен у нас попадет на превьюшку. Ну, а так шикарная игра. И, кстати, трибуны поутихли. Единственный гол тогда и забил. Палацис. Ну, вот здесь вот 55-я минута. И Ювич сравнивает счет. Провалилась как-то сейчас оборона. Вообще не понял, как, каким образом. Просто один какой-то пас. И все защитники куда-то ушли в атаку. И 2-1. И снова забивает Жезу. 77-я минута. Жезу снова здесь забивает. Как и в прошлом сезоне. Так что для Жезуса это просто Сантьяго Барнабео. Наверное, какой-то голевой стадион. И все. Финальный свисток. Хорошо, мы все подытожили. Сегодняшний выпуск. Обыграли Мадридский Реал на Сантьяго Барнабео. Второй уже, так сказать, сезон подряд. Вот в прошлом сезоне, правда, это на стадии четвертьфинала было. Но вот и Жезус второй год подряд забивает на Сантьяго Барнабео. Шикарный матч. 2-1. Жезус стал игроком матча. Ну, а на этом все. Заканчивается у нас групповой этап. Единственное поражение мы нанесли вот Реалу, так сказать. Взяли реванш у них за то минимальное поражение на Газпром-арене. Из-за нас, которое случилось. Давайте посмотрим на нашего возможного соперника. Это может быть ПСЖ. С первого места это может быть Ювентус, Бавария, Атлетика, Челси, Монако, Барселона. Вот только Монако, наверное, мне здесь прям подходит. Этой командой я бы хотел очень сыграть против Монако. Против других команд вроде я уже против всех и играл. Поэтому трудны абсолютно все соперники. Так, Леон нам предлагает стать главным тренером. Так, не сюда. Рубин и Леон у нас пока что хорошие такие интересные команды в любом случае предложили. Так, ну и давайте сразу посмотрим, кто стал нашим соперником на стадии 1-8, чтобы уже примерно понимать. Барселона. Зенит Барселона. Я помню, мы вроде же играли против них в том сезоне, когда и в финал мы с ПСЖ вышли. Поэтому снова будем играть на Камп Ноу. Вот, посмотрим. Ну а так все. На этом все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok